Девушки отдыхают 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 Надо просто все понимать и любить дело, которым ты занимаешься. Я очень рада, потому что мы очень много трудились, много очень работали. На самом деле на этом конкурсе нет лучших, нет проигравших, потому что все в каждом регионе были лучшими. У кого-то просто результат выше, у кого-то ниже. Расскажи, пожалуйста, что больше тебе заходилось? Мне запомнилось с девочками из других отрядов команды познакомилась? Да, познакомилась с многими ребятами, с многими детьми. Они очень веселые, доброжелательные, улыбчивые. Что посоветуешь будущим участникам от республики Татарстан, которые поедут на безопасные коллекции? Тренироваться, стараться. Даже если что-то не получается, все равно вставать и тренироваться. Тогда все получится. А правила там? Нужно соблюдать, нужно учить. Даже нету сути учить, нужно все это понимать. И на настоящем деле все это пробовать, как делать. Удачи. Разрешите мне, прежде всего, от имени поручения министра образования и науки, заместителя премьер-министра республики Татарстан-Бурганова, Рафиз Тимирханович, поздравить нашу замечательную команду, наших прекрасных детей. Пусть не победы, но серебряная медаль – это еще один шаг к победе дополнительным. Поэтому я им желаю, прежде всего, успехов в учебе, у нас на носу каникулы, хорошо отдохнуть, набраться сил и с новыми силами в новый учебный год выйти здоровыми, сильными и уже в следующем году приехать с золотой медалью. Мы их будем ждать. Большое спасибо. С 6 по 9 сентября в Будапеште будет европейский соревнование. Поэтому мы, конечно, желаем показать свой наивысший результат, все, для чего они готовились, к чему они шли. Поэтому успехов, не волноваться, все будет очень хорошо. Мы всей республикой будем за них болеть. В этом году всероссийский конкурс «Безопасное колесо» проходил в Краснодарском крае, в городе Туапсе, в лагере «Орленок». Наша команда заняла на этом конкурсе второе место. Мы ее с этим результатом, конечно же, сильно поздравляем. Да, конечно, нет предела совершенства, как говорится, хотелось занять место первое, но впереди у нас Европа, и я уверен, что мы покажем там достойный результат. В этом году конкурс был необычный. Как вы все знаете, в этом году исполнилось ровно 45 лет движению «ЮИДА». 31 марта в здании госавтоинспекции мы этот праздник широко отметили. Помимо этого, это мероприятие еще ознаменованное тем, что оно происходит в 300-летии российской полиции. Конечно же, все вот эти даты, не могли не отложить печаток на наших ребят, все очень переживали. Надо сказать, что выступление нашей команды в этом году было еще очень нетрагичным. Одна из девочек во время проведения мероприятия очень сильно заболела, и с температурой 40 градусов. Она все равно вышла на этап, показала свои бойцовские качества и отлично выступила. После того, как закончился сам конкурс, заболела у нас еще одна девочка, ну и заболела, конечно, преподаватель. Поэтому вот в таком состоянии, в таком составе они в любом случае молодцы. Они выиграли, они победили. Сегодня их здесь в аэропорту встречали родные, близкие, старшие поколения ЮИДа, значит, родители, конечно же. Я хочу сказать, что движение ЮИД в республике Тарстан – это не только конкурсы, это каждодневная кропотливая работа. И без этих ребят, которые своим примером показывают даже взрослым, как нужно правильно себя и грамотно вести на дороге, каким надо быть настоящим, грамотным участником дорожного движения, конечно же, без них мы никуда. В этом году у нас снижение дорож транс-травматизма, погибших детей, слава богу, нет. Я еще раз хочу сказать, что благодаря той 1300 отрядов и более 18 тысяч ребят, которые занимаются в этих отрядах, мы можем быть спокойны за наше подрастающее поколение. Еще раз хочу сказать большое спасибо родителям, потому что это действительно очень большой труд, очень большая ответственность, они очень сильно за них переживали. Огромное спасибо, конечно, педагогам, которые с ними занимались, Министерству образования, при поддержке которых тоже происходит, значит, подготовка этого конкурса. Ну и, конечно же, всем тем, кто отдал всего себя, значит, этой кропотливой работе. И тот итог, который мы сейчас имеем, отражает все то, что мы вложили в этих ребят. Я еще раз хочу сказать, что нет предела совершенству, и я уверен, что в сентябре в Европе мы покажем отличный результат. Мы очень рады, что наша дочь стала победительницей в данном конкурсе. Очень переживали за всю команду, за детей, за ей здоровье, чтобы у них все получилось. И у них все получилось, и мы очень рады. Наши дети очень хорошо выступили, и в этом заслуга и руководителей, и, безусловно, самих детей. Они очень сильно старались, очень долго к этому шли, очень целеустремленно, несмотря ни на что. Занимались упорно, усердно. Ну, а мы как могли помогали в этом. Когда они уже были там на соревнованиях, конечно же, молились, переживали. И очень рады, что все так хорошо получилось. Надеемся и в дальнейшем, что будут радовать нас всех победами. Надеемся, что наша команда республики также достойно выступит на европейском конкурсе в Венгрии. Два года упорных тренировок, конечно же, не прошли даром. Детям это очень многое дало. Они стали очень дисциплинированы, целеустремленные. То есть появилась такая воля к победе, которая не подведет нас и на европейских соревнованиях. Мы очень в это верим. Мы, как родители, уже проходившие этот этап, это для нас тоже второй этап, мы в 15-м году старший сын у нас тоже так же ездил на Россию, также занял второе место, но зато на Европе они заняли первое место. И мы надеемся, что это тоже знак, который будет также первым местом на Европе. Они большие молодцы, они очень два года к этому шли. Я думаю, что они заслуживают этой победы и заслуживают дальнейших также побед. Конечно, мы переживали очень за своих детей и рады, что они заняли призовое место. Хотелось бы, конечно, занять первое, но надеюсь, на Европе получится. И достигнут они своей цели. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ.